Значит, в прошлый раз мы остановились на самое начало Евангелия от Матфея, родословия Господа Иисуса Христа, где перечисляются ветхозаветные люди. Вот общее, мы немножко коснулись деталей частностей, примеров некоторых из упоминаемых, но чтобы это было полное, то есть можно о каждом человеке, то есть чтобы понимать, зачем они там упомянуты, вот есть кто не знает, кто знает хорошо, кто напомнит, в текстах Священного Писания есть так называемые на полях параллельные места, то есть на каждый стих в Священном Писании, потому что Библия настолько перечитана, пересчитана, переизучена содержимое, что вот похожие места по смыслу обязательно, вот на каждый стих есть параллельные места. Поэтому вот, например, о родословии Спасителя, то есть о каждом из тех, кто упоминается, можно по этому стишку, соответственно, посмотреть Ветхий Завет, когда он жил, какие были обстоятельства, и что мы общее там увидим. Там есть примеры, конечно, духовного подвига, примеры веры, примеры того, что человек старался быть верующим, старался быть с Богом, в благочестии жить, вопреки даже обстоятельствам. То есть вот первое, что очень бывает часто заметно, эти люди были, упомянутые праведники, они были очень часто в своем духовном подвиге одиноки совершенно. То есть их соотечественники, их соседи, назовем так, их часто даже родственники, не разделяли их взглядов, то есть жили кто как хочет, жили для временных удовольствий, подчас греховных очень даже, то есть без Бога, как хотели. А эти люди вот абсолютно, не было бы в этом никакой временной выгоды, не для авторитета, а вот скромно, незаметно для других, как им казалось, они все равно свою жизнь выстраивали с Господом. Многие из-за этого получили даже искушения какие-то, какие-то гонения, какие-то скорби, но все равно остались верными. Для нас это пример, это первое важное. Также есть пример там людей, которые упомянуты даже со своими грехопадениями. Это тоже важно отмечать, почему даже такие люди упомянуты в Священном Писании, в родословии Спасителей. Это знак того, что Господь спасает не только тех, кто стремился ко спасению, то есть спасение Божие открыто, предложено, не только тем, кто стремился к Нему, и завет Божий в израильском народе, вот данное вот это вот израильскому народу послушание, назовем верное слово, миссию, то есть встречать Спасителя, то есть они осуществляли, то есть они ждали Христа, вот, они готовились к Его пришествиям. Вот, но даже те, кто и падал сильно, спотыкался, так назовем, вот, потому что Господь в первую очередь спасает нас от наших грехов, то есть Он от нас не отказывается. Это не значит, что Он грехи одобряет или поддерживает, совсем нет. А то, что грехи, если человек раскаивается, то и желает с Господом быть, желает бросить свою греховную жизнь, тогда грехи, препятствия или преграды между человеком и Богом не становятся. Становится препятствием, преградой между человеком и Богом не желание человека, его именно подчеркиваю не то, что не родение, а не желание, потому что когда желание есть, то есть усердие по мере сил там, уж что получится, это второй вопрос, все равно будут попытки, кажущиеся бесконечными, возобновляемыми, но все равно они будут. Как вот желания нет, то все, желание останавливает все, если нет желания. Поэтому упоминаются эти люди. И о каждом можно почитать и удивиться многограммостей этих личностей, и найти для себя примеры, как их поступков, которые стоит брать с них пример, так и такие поступки, которые Священное Писание осуждает, и примеры брать не надо. Поэтому тоже учитывайте это. Ветхий Завет, кстати, изобилует такими примерами, такими местами, где показывается о том, как не надо поступать, что не нужно делать. И пример приводится, что если вот так делать все-таки, вот что бывает из-за этого? То есть это не только Божье наказание, человеческое тоже, кстати, бывает немаловажно. Вот почему-то люди, когда верующие вот говорят о заповедях, что почему по заповедям Божьим нужно жить и не нужно их нарушать, всегда говорят о Божьем суде, забывая о том, что вообще-то и на земле люди относятся в основном, за редчайшим исключением к исполнению Божьих заповедей очень даже хорошо. То есть приветствовать это. Ну, пример простой – не убивай. Когда спрашиваем, задаем вопрос на огласительных уроках, когда готовим к крещению, когда заповеди Божьи, если тему проходим, то вот заповедь не убивай. Почему не убивай? Ну, говорят, потому что Бог накажет. Ну, да, совершенно верно, Господь спросит. Вне всякого сомнения. Но многие-то могут задумываться, ну, как спросит, когда спросит. Это понятно. А разве люди не спросят? А люди что, это нормально отнесутся? Даже если законодательство стран за преднамеренное убийство предполагает в современном гуманном обществе, гуманизм набирает обороты, длительные срока, а то и пожизненный срок заключения, то родственники или друзья невинно убеденного могут с этим приговором не согласиться. Это второй вопрос, что они тоже преступление совершают. То есть они будут вне закона действия. Это понятно. Но они будут любые средства искать, чтобы того, кого осудили, это пожизненный, чтобы его там, в колонии, в тюрьме, чтобы его убили. То есть все равно скажут, мы не согласны, что он будет жить, извините. Тут не о суде Божьем разговор, то есть о месте. Вот ему простой как бы ответ идет такой. Не хочешь, чтобы за тобой бегали ищущие твоей из жизни, кровной местью не убивай. И все. То есть имеешь право требовать отношения к себе человеческого. Поэтому заповеди Божьи, они вот в этом смысле имеют вот эту вот красоту, что никому не плохо, если человек не убивает, чужое не берет. Кто против этого? Когда хранит верность в семье. Поэтому эти вот 10 заповедей, они удивительные, они дают, если бы люди по этим правилам существовали, даже по этой заповеди, которые многие почему-то боятся ее упоминать, говоря о ней, что вот, когда упоминаем, что око за око, кровь за кровь. Вот страшно. Что страшно? Из тех, кто тут в храме сидит, в церковь ходит, что есть, что половина или сколько, или десятая часть, кто людей убивал, кровь проливал. Да нет. А что тогда бояться вам? Пусть боятся те, которые вот не заслужены кого-то. Да, пускай ходят и оглядываются. А те, кто думает, что стоит так делать, пусть подумают об этом. Пусть думают не только о Божьем наказании, а думают о том, что люди получают право на этом месте. Причем здесь не о том, что это в служении Бога, это давность. Есть удивительное место, эту тему можно мыслу же закончить, удивительное, в богослужении, в Бегахе заветно читаем, в течение Великопостных дней, на буднях. И вот в притчах Соломона, я виноват, забыл главу, можно найти, конечно, там, где описание есть, почему не нужно прелюбодействовать. Почему? То есть, потому что и мысль о том, что мы знаем из истории нашей, новозаветной, из предания о усекновении главы Иоанна Крестителя, что когда Ирод бросил свою законную супругу, а женился на Иродиаде, он ведь бросил не какую-то, просто тетеньку, простите такие слова, она же царица была, не в смысле царица Израиля, а в смысле она была дочкой аравийского царя Арефы, то есть это знатный, и он на югу просто так вот Ирод домой к папе отправил. И папа что, ну и ладно, да, поматросил и бросил, и пускай, нет, папа подождал, 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 Ироду писал письма, ты успокойся, ты верни жену, и все нормально, тот не это, никак не реагирует, и тогда Ирода объявил войну Израилю, пошел на Иудеи, это уже после смерти Иоанна Крестителя, а когда вот-вот были должны начаться военные действия, вот военачальники Ирода, вы видели войско, и какие претензии, вдруг выясняется, что не территориальные, заметьте, там ни выкуп не надо, ни оброк не надо, ни территория, а нужна жизнь всего одного человека, и они подумали, а нам надо за него воевать-то, это же сколько погибнет сейчас, они его сдали, они говорили, все, не надо воевать, мы тебя сейчас привезем, вот, пожалуйста, те, кто за столом там, за пьяным столом, ему говорили, что ты же царь, ты же обещал, вот, что любую просьбу исполнишь, когда плясала дочь Родианы, и когда, да, он не хотел ведь отдавать приказ о казни Иоанна Крестителя, они его подначили, и он не хотят отдавать приказ, а ним было весело посмотреть на все это, вот эти вот, извините, собутыльники, первые согласились, вошли в сговор с Орехой, чтобы сдать его, и он быстро понятно об этом узнал, естественно, и бегом со своей сожительностью Родиады, и с их дочкой, только три человека, больше с ними никто не побежал, они побоялись, потому что, если их поймают, то всех казнят, там не было слух с ними, втроем, царь, то есть, оказался вообще без никого, смотрите, все, что можно там, это ценности по карманам рассовали, как бы, в кавычках, и бегом бежали, и бежали так, чтобы по всем Ближнему Востоку, по всей этой Северной Африке, до самой Испании, представьте, куда, переправились в Европу, прошли Испанию, прошли Нормандию, где Франция, переправились через Ла-Манш, и попали, погибли в британских, там где-то аж, первая погибла дочь, вроде бы, это, Соломея, потому что зимой бывают заморозки и холод, на реке замерзают, в Нормандии, это где, в Северной Франции, там бывает так вот, лед некрепкий, а они-то, понятно, люди из жаркого климата, они вообще-таки, может быть, не поняли, что если речка замерзшая, не надо по ней шагать, как по сухому, только когда переходили, она провалилась, вот так вот, и люди сдвинулись, ей голову срезало, предание говорит, вот так, то есть то, что она попросила, хочу здесь, на блюде, главу Иоанна Крестителя, с ней же произошло это, писание об этом не пишет, предание об этом говорит, а они вдвоем переправились через Ла-Манши, там в Британию, чуть ли не в Шотландии, там где-то они, пропали, но они не просто бежали, потому что, возможно, они слышали, возможно, у них страха глаза велики, потому что Ореха послал за ними убийцей, за позор своей дочери, вот, пожалуйста, это, особенно, когда мужчина бросает свою жену, бывает вот так, а есть другой вариант, когда замужняя женщина, ты делал притчи, не помню, где глава, как, где упрямо говорим потом, если ты соблазнил, которые замужем, потом не будь это, ну, не жалуйся, что до конца будешь пить меру гнева мужа, то есть он может иметь право с тобой все что угодно сделать там, и не надо обижаться на это, вот такие простые вещи, поэтому заповеди Божии, жизнь в заповедях, она прекрасна, она дает и стабильность, и гарантии безопасности, а в ней она разрушает, поэтому Ветхий Завет, вот примерами, о чем мы немножко уклонились в тему, что перечисляемые люди Ветхого Завета, вот эти вот, они дают не только примеры положительные, но и отрицательные, то, чего не нужно делать, и, кстати, для многих это становится открытием, когда много-много и часто читают люди Новый Завет, и почти не знают Ветхого Завета, начинают его когда читать, да, особенно с самого начала, вот там, где описано, да и потом, да и впоследствии тоже, как это можно спокойно прочитать, без эмоций, ну вот, за проповедь, все ли это помнят, все ли знают, что пророк Исаий, за то, что он проповедовал о грядущей мессии, призывал своих современников жить сейчас в заповедях Божьих, свои же современники осудили и перепилили его тело деревянной пилой, не железной даже, а деревянной, чтобы больше мучился, то есть это как, это что за садизм такой, и примеров таких очень многое забил, вот Ветхий Завет, но и потом, что было потом, тоже почитайте, что там случилось, поэтому вот эти моменты, то есть, кстати, как это случилось, что ведь, если народ настолько ожесточился, что того, кто призывал жить по заповедям, культурно, с Богом, в традициях своих, в своих обычаях, вот так жестоко казнили, и никто ничего, это о чем говорит, что насколько люди вообще отпали, сколько они изменились, насколько, поэтому-то и потом начинается, когда иноплеменники приходят, находятся, кто им сослужил, начинают геноцид своего народа, вплоть до самых маленьких детей, откуда берется, вот откуда берется, поэтому Ветхий Завет, обратите внимание, если найдете время для себя, взять родословие Господа Иисуса Христа, и вот с параллельными местами, с этими ссылочками, и полностью, это очень долго будет, то есть каждое имя посмотреть, когда он жил, какие были обстоятельства, очень много узнаете, это будет настолько большая, очень такая вот подотворная духовная работа для своего образования, мы будем читать уже дальше, на том месте, на котором мы остановились, вот, я остановился на этих словах, о подолжении относится к тем Иорам 2 . Озии родил и афам, и афам родил ахаза, ахаз родил языки, языки родил моноси, моноси родил амона, моноси родил иоси, иоси родил иаким, иаким родил иихонию, братьев его, перед переселением в Вавилон, Переселением в Вавилон называется тот плен, который мы помним позже принесли иудеи, уведенные все вместе в этот Вавилон. Вавилоняне и в другое время воевали с ними, но озлобляли их, пишет уваженный феофилакт, мягко, умеренно, но в тот момент это было полное совершение, то есть полное совершенное переселение всего народа в это рабство, то есть лишение отечества. По приселению же в Вавилон Ихония родил Салафиила, Салафииль родил Зарававиля, Зарававиля родила Иуда, Иуд родил Илеаким, Илеаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Илеуда, Илеуд родил Илеазар, Илеазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Мария, от которой родился Иисус, называемый Христос. Почему дается родословие Иосифа? Во-первых, она Преста и Богородица. Потому что, во-первых, согласно ветхозаветным правилам, заповедям, родословие должно было идти не по женской, а по мужской линии в те времена. Вот. Иосиф, естественно, мы знаем из Священного Писания прямого, никакого участия в рождении Спасителя не исполнил, он был только ее хранителем. Вот. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Разделение вот это на три части, вот этих вот родов на три периода, тоже имеет глубокий смысл. Обратите внимание, от Авраама до Давида первая, например, группа или фракция, так назовем, часть. Чем она характерна? От Авраама до Давида это возрастание израильского народа, то есть время, назовем так, подъема, то есть формирования изобилия и изобилования одновременно Божьей милостью и Божьей помощью. То есть Авраам обрел Бога, передал свою веру, свое открытие духовное своему сыну Исааку, Исаак передал Якову, несмотря на то, что, да, они размножились и были на грани уничтожения в Египте. С какой славой, с какой явной помощью Господь вывел их оттуда, вот, из Египта, какими чудесными сопровождались, мы помним, событиями, то есть переход через Черное море, черное, красное, то есть это понятно. Вот, при этом, конечно, мы опять же видим, то есть они изобилуют милостью Божьей и одновременно ропщат, постоянно назад смотрят, то есть вот эта сытная жизнь без Бога, пусть в рабстве, многим казалось лучше. Поэтому Господь проявляет такое, что они 40 лет ходят в пустыне, там по прямке, там месяца бы хватило с лихвой, вот, но дело в том, что происходит именно то, что Господь дает возможность, то есть сменились, чтобы поколение, чтобы родились и выросли те, вот, кто не знает этого рабства, не знает вот этих вот египетской жизни, то есть свободолюбивые, то есть те, которые вот живут в своей вере, в своем, назовем так, современным языком, в своей культурной системе, вот, это было очень важно. Но при этом там в Египте, там в пустыне, когда они постоянно переселяются, живут, Господь их не оставляет. Помним удивительное событие и с Манной, и с Образ Ветхозаветной, которыми Господь уже их назидает и помощь с ним оставляет, и с водой, когда измученные люди пришли, увидели там прекрасные озера, подходит вода настолько горькая от соли, и всего-то небольшой кусочек дерева бросили, то есть Господь указал Моисею, это воды мерно стали, их называют сладкими, сладкими до сих пор этот термин есть в том, там, на Ближнем Востоке, потому что кто не знает, может быть, должны, наверное, мы тут в Азии тоже живем, там колодцы, артизианы, которые есть, вот, в основном, вот, которые считаются питьевые, пригодные для питья, они все равно чуть-чуть солноватые, то есть, вот, как у нас здесь, вот, из земли бьет совсем, вот, ну, прям такая минеральная пресная вода, это огромная роскошь, там такое не всегда бывает, это редкость, вот, поэтому вот такие колодцы, которые приемлемые, соленость, вот, а не обычная вода, это пресная, а вот те, которые совсем не соленые, то есть, в нашем понимании, то, что мы привыкли считать, пригодные для питья воду, вот эти, вот, колодцы назывались издревле сладкими, то есть, вот так вот люди относились, когда в богослужении, говоришь, что-то, от прикосновения этого древа, то есть, это не может быть никакой химической реакции, как бы, кто-то там, если начинает современный выдумывать, ну, представьте, целое озеро, и бросили всего кусочек древесины, то есть, как могло случиться так, что, даже если это будет реактив, сколько нужно времени, часов, а, может быть, недель ждать, чтобы эта вся вода изменилась, а здесь мгновенно прикоснулось это древо, и мгновенно вся вот эта вода стала полностью пресной, то есть, сладкой, так называемой, то есть, возможность утолять жажду, то есть, это напоминание сегодня, мне это характерно, пророчество древик кресла нашего Спасителя, то есть, об этом древе. Вот эти все события, как они входили в землю обетованную, когда меньшим числом ее завоевывали, народы бывшие в большем, большим числом были даже, а кто не знает, тоже, ну, для меня тоже, раньше, да, мне, конечно, открытие было, что я не военной кафедры не учился, дело в том, что есть такой, как, есть закономерности, аксиомы, есть 2,24, вот никак по-другому, вот это факт, то есть, легко проверяемые, иначе не бывает. Вот есть такие же аксиомы в военном деле, наступающая армия, чтобы более-менее успешно было наступление, должно иметь троекратные численные превосходства, и в технике, и в солдатах. То есть, и это будет считаться равенство всего, то есть, 100 человек обороняются, нападают 300, и не факт, что получится взять, вот еще, знаете, это, это законы армии, ну, сейчас, правда, во все времена, кроме, сейчас, уберем, конечно, ядерное оружие, вот это не будем сейчас говорить, вот, так вот, подумайте, а израильтян было не пополам с теми, с кем они воевали, тех больше было, плюс они на своей земле, они тут каждую кочку знают, то есть, они выспавшиеся, они отдохнувшие, они тут дома, все, и они тоже не слабые мужчины там были, то есть, по всем понятиям, они должны были бы, ну, их прогнать, а израильтяне их побеждали, с помощью Божьей удивительно, вот так вот, своих потерями почти не носли, и завоевывали землю, вот там тоже есть образы духовные какие, вот, кстати, тоже вам пригодится, возможно, где-нибудь, кто-нибудь, когда-нибудь вам скажет, или вы встречали, что в освященном Писании, вот в этих страницах, находятся вроде бы как призыв к геноциду народов, ну, потому что они, входя, их уничтожали, мы сейчас оставим за скобками, что это были за народы, и как они к своим собственным детям относились, это просто ужасные вещи, об этом знают археологи и истории, вот, но то, что это было, знаете, некое подобие Содома и Гаморы, вот те народы, вот, вот прям вот не хочется подробностей, но там детей в жертву приносили, вот, и, нет, другое не буду рассказывать, мне вот стыдно, если честно, вот, там мерзкие, гнусные вещи делали со своими девочками маленькими, это было нормально считалось нормами, вот, поэтому это была вот некая такая очистка, но это было тогда, для нас современных сейчас верующих людей, эти страницы Библии являются актуальными, конечно, они являются для нас руководством к действию, конечно, в каком понимании? Не в буквальном, а в переносном, то есть, когда мы начинаем, объявляем войну, греху в себе, и хотим нашими мыслями, нашей боли, нашими чувствами войти в землю обетованную, то есть, войти хотим в землю, где мы будем совершать богослужения в своей душе, мы там что встретим? Целые полчища, целые толпы наших старых-старых привычек, там давно живущих, греховных навыков, которые кажутся сильнее нас, их больше, они угребившиеся, мы, может быть, десятилетиями их удовлетворяли, их питали, их кормили, то есть, совсем не в нашу пользу счет, то есть, кто на кого, и вот у многих, кстати, опускаются руки, то есть, они вот, ну как вот, прямо вот, если бы вы знали, сколько, может быть, и вам, конечно, такое говорят, но священникам очень часто такое говорят люди, взрослые, в годах, что, которые вот только начинают вести духовную жизнь, а куда мне каяться, куда мне в церковь ходить? Я годы, я десятилетия прожил или прожила так, что, вот, что хотел, то делал, разве что только законов, это, не нарушал уголовных, а вот полностью все, и настолько укоренился и привык, что, ну, что мое желание, что-то, ну, помолюсь, Господи, помилуй, а я вообще не способен исправиться и даже пытаться не хочу, вот такие вот мысли. Так вот, здесь вот важно привести к примеру, что, а ты делай, ты шагай в том направлении, и, образно говоря, мечом, оружием Слова Божия, сети эти помыслы, то есть сражайся с ними, Господь будет с тобой. И вот такими вот до Давидов, включительно, вот, народ изобиловал вот этими вот благодатными, явными, вот, вот этими всеми благодатными Божьими даровами, Божьей помощью. И, помимо этой вот щедрой Божьей помощи, это до приселения в Вавилон, вот, то есть от Авраама до Давида, вот, 14 родов, потом от Давида до переселения в Вавилон, вторая фракция. Чем она характерна? Когда изобилует народ такой явной Божьей помощью, щедрой, то подробно об этом, кстати, говорит священное Писание, называют ее песней пророка Моисея, она звучит, Великий пост, что люди посчитали, что вот Господь с ними, они избранные, и им можно все, им можно вот расслабиться, то есть, как вот заевшийся теленок, то есть, которого хорошо кормят, он откормленный, сытный, он начинает брыкаться, начинает не признавать своих хозяев, и вот таким вот стал Израиль. То есть, это вот подобно душе, которая от великих Божьих милостей, таких благодатных дарований, начинает, как бы так говорить, кружится голова, что ли, и начинает позволять себе многие вещи, которые совсем не по-божески, то есть, гордиться Божьей помощью. И вот эта вот гордость, она, гордыня, даже так правильно назовемся точнее, она является той бедой, той причиной, когда человек теряет все через это. Поэтому она и может проявляться и исторически, каким образом. То есть, вот такие параллели, вот, может быть, задумывались вы или нет, но почему, в чем причина, но факт вы этот знаете. Например, событие покрова Пресвятой Богородицы, которое, ну вот, русские люди празднуют, греки как-то, у них очень неярко это событие, оно у них, они помнят о нем, но у них особого праздника нет. Это же не в России было, это было до крещения Руси, это было в Константинополе, а вот русский народ помнит о том, что, да, враги прибыли, окружили город, и безуспешно пытались его взять, сначала греки сопротивлялись, но вот уже совсем были силы на исходе, потом понимали, что вопрос падения города, это вопрос времени, потому что войска вокруг много, а свои уже ресурсы заканчиваются, и вот в очередной раз, как в истории-то бывает, потом и в России такое повторялось, начали усердно молиться Богу, вызывать Господа, поститься, молиться, и Господь явил чудо, то есть те немногие отряды, которые оставались в Константинополе, они выбежали, напали на превосходящих противников, а те почему-то побежали, вот смятение случилось, но это была явная помощь Божия, но в чем ее суть, вот это вот, если мы говорим о помощи Божьей, но мы забываем земную сторону, а как получилось, подумайте о том, чтобы враги пришли к стенам Константинополя, он что, на границе, он что, приграничный город? Нет, там очень далеко было до враждебных стран, а как случилось так, что враги пришли? Внезапно, то есть, здрасте, а потом уж то они направлялись, то есть приближались, а власть Константинополя эти вещи игнорировала, почему? А потому что была гордыня, на нас, на Византию, напасть не посмеют, у нас, у Бога забронировано все, что хотим, то делаем, то есть элементарных вещей, то есть ничего не пытались сделать, то есть видя, ведь любое, если это государство полноценно, вы же понимаете, это же помимо дипломатии, есть разведка, есть политика, то есть и когда кто-то хочет напасть, это же не с бухты барахты бывает-то, то есть можно же такие вещи задолго, далеко от границ своей страны решать, и не обязательно силой, кстати, но вот от того, что было убеждено, что мы избранные, ничего не делали, и дождались, что вот, когда те напали, быстро расстояние сократили, пришли под стены, поэтому есть логика в этом, что когда начали люди каяться, молиться, то есть смирились, Господь это лекарство убрал, то есть если бы изначально были смиренные, да, мы забили его помощью Божией, но от того, что Господь нам помогает, это не оставляет, что мы должны многое делать сами, то есть стараться, то есть Его помощь мы должны усваивать. Вот ему Израиль вот так вот стал, собственно говоря, гордиться, и от того, что он гордился своей близостью к Богу, как он думал, и, да, Божьими дарами Господь попустил, напали персы и увели в Вавилон, и страшнейшие вещи делали там с ними, по сути говоря, там страшно, что произошло, и с народом страшные вещи, потому что разделение людей произошло, потому что одни, находясь в плену, оставались верными заповедям и Богу, и поэтому страдали самые тяжелые работы, а то и смерти подвергались, от того, что не хотели по этим законам жить, этого поклонства и так далее. А кто-то стал, извините, служить чужим богам, божествам, этим культом, вот, чтобы вот свою, так сказать, жизнь сохранить, то есть забыли об обетованиях Божьих и так далее. Вот, ну, и конец тоже трагический, естественно. Вот, и потом от переселения в Вавилон, последнее, до Христа, это время смирения, то есть осознание того, что возгорделись, а значит, пали, осознание, то есть смирились, осознали, увидели свою личную, вот эту вот, как слабость природы нашей, паткость на грех, немощь, и постепенно в народе росло и росло вот эта жажда того, что мы сами своими силами себя изменить не можем, а нужен тот, кто придет, вот тот, о ком пророки говорят, мессия, посланник, вот он придет и нас спасет, нас все поправит. То есть вот поэтому это понимание в народе начинало созревать, то есть это третий этап, это время смирения. И он очень обостренно возгорался в народе, потому что пророки разными словами об этом говорили, возогревали это ожидание. Святой пророк Даниил даже обозначил 77, то есть это, насколько подумаете в то время, в Вавилоне в плену, когда видят лучшие люди Израиля, что они как этнос пропадают, то есть лучших убивают, те, кто есть, они уже посмешались, и в браках, и в идеологии, и в культуре, и в вере, и в обычаях они уже, на евреев-то не похожи на израильтян, по сути говоря, вот этих все меньше и меньше, и он говорит, что 77, это уже годам можно считать, то есть 490 лет, и придет тот, который есть, есть надежда. И пророки, опять же, важный момент, пророк, если говорит, что так будет, так оно и будет. То есть здесь, конечно, они могли думать, а сколько из наших потомков встретит Христа? Тысяча или сто человек? Это уже второй вопрос. Но то, что он придет, Мессия, то есть Бог на землю, это, несомненно, была радостная новость. Поэтому здесь и для нас вот этот момент тоже важен, когда мы, вот этот третий этап, то есть почему он для нас актуален, замечаем себя в гордыне, в падениях и теряем, то есть наши, получается, страсти над нами владеют, падение бывает в осуждении, когда если мы видим кого-то не так, как надо живущим объективно, то есть неправильно, и начинаем не вслух, потому что Феофан Затворник, святитель об этом однозначно пишет, кстати, прямым текстом, что осуждение часто, очень редко бывает до конца вслух, это не всегда. То есть если человек промолчал, это не значит не осудил. То есть осуждение, оно в помыслах, в первую очередь, когда именно не поступка от человека, что как он так может, то есть это же невозможно. И когда нет, осуждать нужно грех, любой грех, любой порог, но нельзя брезговать, осуждать, то есть укорять человека, носить этого греха. Если вы такие думаете, как он так может? Ты хочешь понять, как он так может, и Господь тогда допустит так, что не заметишь, как сам будешь такие вещи делать, и на себе познаешь это. Поэтому очень боялись подвижники, святые отцы вот этого состояния осуждения, то есть возмущения именно на человека. На грех, да, меры знать не надо, можно без меры осуждать именно сам грех, само зло. А вот человека нельзя, то есть как бы вот в хорошем смысле, если вот приемлемое слово, вот пожалеть, не в смысле потакать, а в смысле помолиться о нем, чтобы пока человек живой, кстати, это тоже важный момент, кто бы что бы ни делал, если он жив, видимо, человек в этом мире, это знак того, что Господь дает и нам, и его, что человек может исправляться, то есть он может изменяться. Сегодня вот такой, как мы видим, возможно, такие там порочные, страшные вещи делает, распущие, завтра может настолько измениться, что мы можем удивиться. И примеров, самые яркие, которые можем сейчас привести, пример апостола Павла, который-то был нравственным человеком, да, высоконравственным однозначно, но настолько был лютым, жесточайшим гонителем христовой веры, что сам искал инициативу, проявлял, чтобы христиан уничтожать. И никто из людей ему помешать не мог в этом. Христос Спаситель вмешался, один раз ему явился, и все. И мгновенно из величайшего гонителя он стал величайшим проповедником. Современники многие через десятилетия не могли себе этого представить, когда слышали, что тот, от чего имени они тряслись в страхе, он стал таким, что до самой Испании, до самой Британии проповедовал, в тех местах был. Поэтому здесь осуждение не должно быть. Поэтому этот момент смирения, последнего момента, он очень важен. Это именно жажда, благообщение и благореление. И далее читаем. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетаться им, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Здесь Евангелист пишет, что прежде чем была Престая Богородица отдана Иосифу на хранение, а священное предание об этом подробно рассказывает, что не было именно Престая Богородица отданной Иосифу как жена. То есть девы, которые обещали Богу хранить себя в чистоте, этот обед был в ветхозаветные времена очень редким, нечастым, потому что высоко ценился брак и деторождение как возможность быть участником в этой цепочке, потому что в потомстве родился Христос. То есть поэтому очень ценили это право, эту возможность войти в родословие Спасителя, те люди Ветхого Завета. Но те немногие, которые брали на себя такой обед, этот обед, то есть посвящение себя полностью Богу, он уважался. Поэтому знаете, что согласно священному преданию, Престая Богородица была отдана не в жены Иосифу, а именно пожилому человеку, вдовцу, который уже был в серьезном преклонном возрасте, у него были взрослые дети, именно Мария была отдана как именно для хранения, чтобы он был ее опекун, чтобы он за ней смотрел. Поэтому евангелист упоминает, что по обучению он уже увидел, что она не праздная, то есть в таком находится положении. И то, что было дальше, мы будем читать в следующий раз.